На канал Экзегет поступил следующий вопрос. Кричу на своих детей и ничего не могу с этим поделать. Как быть? Ну, начнем с того, что гнев не творит правды Божьей. И если мы кричим на детей, если мы повышаем голос, гневаемся, то мы, в общем-то, не справляемся. Мы говорим о том, что мы, вернее, это говорит о том, что мы не справились, что нам не хватило нужных слов, нам не хватило мудрости, нам не хватило терпения. И дети, когда на них кричишь, когда это происходит часто, они перестают слушать нормальный тон. Они портятся от этого. У них повышается порог восприятия. Иногда приходится только на десятый раз, повторив одно и то же, на повышенных тонах, что-то до них донести. Ну, что же делать? Как остановить такую дурную привычку? Ну, во-первых, чтобы не кричать, надо научиться быть терпеливыми к детям вообще. Надо понимать, что дети, это все-таки, хотя они наши, но все-таки они другие люди. Они имеют свое мнение, пусть неправильное, они имеют какое-то свое устроение. Они не такие, и мы в какой-то степени должны принимать их такими, какие они есть. Второе, чтобы не кричать на детей, надо учиться не кричать вообще, не только на детей. Не повышать голоса, ни на родных, ни на близких, тем более, не до Бог, ни на мужа. Надо научиться говорить тихо. И в некоторых культурах есть такая хорошая, добрая привычка, когда человек говорит о чем-то очень важно, очень эмоционально, то он говорит все тише, 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 и, может быть, крайняя степень возмущения передается через почти что шепот. И вот так, чем тише говоришь, тем себя внимательнее слушают. Чем громче говоришь, тем быстрее закрывается сердце слушающего. Поэтому постараемся научиться говорить тихо, постараемся тренироваться в том, чтобы не кричать. И всякая тренировка будет давать добрый, хороший навык. И, конечно, когда хочется донести что-нибудь до детей, то предварительно хорошо помолиться, чтобы Господь вразумел, чтобы Господь дал слово мудрости, и потом уже попытаться поговорить с ребенком серьезно. И тогда слова наши будут другими, и тогда сила этих слов будет духовной, и тогда дети будут слушать нас не просто ушами, а бывает так, в одно ухо вылетает, в другое вылетает, а прежде всего сердцем. Ну и в Библии сказано об этом, гневайтесь не согрешайте, гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашим, не давайте место дьяволу. Субтитры создавал DimaTorzok